Нам интересно. Кто еще расскажите? Башков Николай Иванович. Это ваш родной брат. А вас как звать? Я Таисия Ивановна. Башкова, да? Ну, да. И он эту книжку, как она называется, вы сказали? Сказы «Хутор сторожевой». И все от начала и до конца, как родилась наша деревня, сколько хат было до войны, сколько людей забрали на войну, сколько погибло, сколько вдов осталось, и все по именам. А живет он где? Это здесь? Вот, отойти до Украины, и к нему идет газопровод. Вот, он немного в ту сторонку, и дальше, и по дороге, по газопроводу, по дороге. Ну, там метров пятьсот. Так что можете сходить. Он очень интересный человек. Но если вы хотите купить эту книжку, не просто так, потому что они сегодня занимаются медосбором, его пасека, пачка. Я сам пчеловод, мне есть с чем с ним поговорить. А какой там, какой дом, как я сориентируюсь? Или просто расспросить? Он там один. Номер какой-то есть? Да, 80. Сергея у нас здесь, и у него 80. Но он там один, вот через поле на косяк. Но дорога вот так идет прямой. Он пчеловод, видимо, со стажем, да? Сколько ж ему лет? У нас, вот наши предки, здесь поселились. Здесь было 600, 40-го, как у Малоярного, там есть деревня. Сюда уже переехали они больше, гораздо. Здесь поселились, когда строили железную. И вот наша деревня называла, почему сторожевое. Отсюда брали туда, сторожить железную дорогу. А, ну какое-то все равно у него было на заднем. Это не было сторожевое. Так и образовался. Это у вас сторожевое один? Да. А сторожевое два? А два, это вот отзвонницы. И это что-то хотела. Вот наша сторожевое так образовалась. И все перечислены там у него в книжке. Я обязательно сюда, если получится, сейчас посмотрим по времени, как у нас будет, чтобы мы успели. А тут есть там старенький, ему там где-то, ну вот, старенький, не старенький, он ходовой, 80. Ну да, да вы вот, я там этого встретил, Василий там живет, знаете, на даче. На даче. Василий, ну там 76 ему. Он там тоже как огурец вообще. Ну все, физически. Молодец, и все у него там красиво, чистенько. У нас вот пчелки, у нас это вот все. Какие у вас это местные пчелы, да? Или вы? Ну, мы покупаем иногда для омолаживания крови. А каких вы, карпатских берете, да, карпатских? Да, самые хорошие. Я вот сейчас иду, иду вот оттуда, думаю, а где же пчелки? Летают, да? Летают. Они в ту сторону сейчас летают. Ага, я чувствую, что-то куда-то они... С утра и вечером где-то гречка, может быть, я там не знаю, не знаю, герна. Но вот в этом году, вот сейчас мы качаем, с белой акацией мед собрали. Это очень редко, это в 10 лет. С этой акацией, да? Ну гречка тоже же она... Липовый, вот тут цветет. Ага, да, красивая стоит, я вижу сразу, да. Вот еще липовый будет. Ну вот такие... Ой, спасибо большое, меня Сергей зовут, так интересно. Хорошо. Я обязательно сюда приеду, схожу. Вы не правы, познакомитесь, но сейчас и мне, когда они сейчас скачают, тоже жмут на пасеке. И он продает, жмёт, да? Да, и продают. Его знают все, вся область. Вот это молодец. Они фильмы показывают, у них часто корреспондент. Ну я не забуду точно, вот здесь все записано. Ну там депутаты государственные дома, они еще медовога. А интересно, у вас это, коров держит, коз? Одна корова держит, коз не одной, и одна лошадка. Ага, лошадку держит. Ну не тот, кто корову держит. У меня брат, он из-под Новоскола беломестная там. У него и кони, и лошадка. У нас уже такие вот, у него коня еще держит, полотно еще. Ну как, более-менее, да? Меслевоенный, да. Отец был участник войны, но отец умер в прошлом году. Ясно. Отец не разрешал. Здравствуйте. Добрый день. Мы тут мимоходом, пора спросить, как что, где тут. Вот очень, да. Да просто, да. Ну вот мы от Танкового поля идем, от этого, в сторону Звонницы. Прогулимся, смотрим. И там у него книжка. Зайду я так к брату, как говорится, вот я узнал так. Ну сейчас я вам не рекомендую, потому что они... Нет, сейчас я, да сейчас я и не могу с таким, с такой компанией. Вон они. Ну вот такие. Спасибо большое. Почему церкви строят на холмах? Чтобы вот эти прихожане почувствовали. Каково это? Каково это, да. То есть должны были подняться. Надо ли в этом делать еще? В том числе, а какой? В том числе. В том числе, чтобы высоко было и звук построил. Ближе к небу. Ничто не загораживало тут злода. Ну, Серж, если мы не увидим сейчас... Звонится? Звонится. Я тебя собственноручно пораню. Я уже вижу. Я тебя собственноручно. Я уверен, что на зоне повернем нога. Ребята, это проверка вашей психологической готовности к великим совершениям. Это тест на устойчивость. Папа, ну что можно... Ты его явно не прошел. Ой, и смеется своим репликам. Это как называется, Саша? Может, это это... Сказать и смеяться своим. Я смеюсь, как-то это повернуло. По большому счету, это как тебе тест. В том числе. Вот так вот с ним и ездите по морям. Я вам серьезно говорю. С океаном. Че молчим? Слова кончились? Мы нищие вдали показали. Ура! Ой, слава богу! Я хоть увидела ориентир. Ой, как хорошо. Я вижу пароль. Я вижу ориентир, да? Я знаю пароль. Я вижу ориентир. Мама всех нас сбросила. И давай вперед сама. Да? Конечно. Да, сразу. Знаешь, как ты идешь, надо мешком, какая-то врабатываемость происходит ура. Чуть-чуть-чуть. Послет, когда решку уйти, не в наше иму. Надо, что gutes пащак. Хочется дальше. УчSM. На��カам. Мама всех нас баядь. Маме-маме-мама. Опять паника на корабле? С вами каши не сваришь? Паник, бунт на корабле. Этот мужчина, запомните его, мама покажет себя? Нет, не покажусь. Мучает нас уже полтора часа, даже два. Мы уже, понимаете, 45 километров пешком прошли. А вы как думали? Куда вы пошли? Мама говорит, не больше трех километров. В сказку попали? Не больше. Та-та-та-та-та, суровый бог войны. Артиллеристы, как на приказ. Артиллеристы, загадочили нас. Не сотни тысяч батарей, за слезы наш. А вон тропинка. Да нет, дело не в тропинке. Сергей, ты не пообщался, настоящий. Та-та-та-та. Это наверняка. Та-та-та – целая сильно больше больше. Та-та, ну – Лист, посмотри на мы. Давайте уже пожрюм. Какая еще радость может быть от наших походов? Как ты играешь в теннис? Мне нравится. Будет у тебя прекрасно. Видишь, папа, дедушке нравится. Если дедушке нравится, то и хорошо. Да и мне нравится. Масик, а тебе нравится? Да конечно, папа вечно меня ругает. Ну я же хочу, чтобы еще больше всем нравилось. Масик, ты далече? Не знаю, Сежик колбасит. Масик, от звонницы тянется к звоннице. Только к станции. Домой? Все. Все, все готовы. Я больше никогда с этой семейкой Адамсов не отправлюсь. Не верьте ей, это ее лучшая прогулочка. Да. Конечно, вы посмотрите на меня и убедитесь сами. Нет, это было классно, это было незабываемо. Сон шел в руку. Разве что шашлычок обредил, хотел сказать. Обредил. Разредил обстановку. Разредил, обредил. Ну, пошли. Да. Что надо? В гости? Ничего. На, садись. Ну вот, садись. Сейчас вы видите, как обычно люди обливаются. Да это не надо обливаться. Это питьевая листь. Не надо ее. У нас и так куча питьевых. Нет, вот той только обливаться можно. Где это? Вот это? Нет. Ты покажешь, как можно обливаться? Да. Только не сильно. Эй, ну что ж ты так льешь? Лежу. Ой. Посмотрите, учитесь когда-то правильного. Это. Я уже злого забежу. От усталости. Ты довольна путешествием? Вообще-то ротительно. После моего дня рождения заставили меня переться непонятно куда. Все, лафа у тебя кончилась с детства. Это просто какой-то капец. Теперь напряг идет. Какой-то капец. Сейчас на сумку на мою нарежь. Разве я похожа на девушку? По-моему, не очень. А мне пофиг вообще. Кому нужна будет, полюбить и такой. Да, правильно. Любите меня такой засранкой, какая я есть. Зато мне хорошо. А то жарко. Как будто искупалась зато в речке. Папа, когда мы поедем на базу отдыха? Там можно и тренироваться. Надо выяснить будет. И купаешься, потренировался два часа и быстро нырнул в Воду вообще кайф, по-моему, нет? А работать за меня кто будет, когда? Ну ты можешь там периодически уезжать. Ты мне вообще не нужен. Я буду с Данькой там.